Приветствую вас, Елена, и ответ на самом деле достаточно прост, никак, потому что если ваш муж не понимает каких-то вещей, то в принципе уже не поймёт, да, и у него нет мотивации вас очевидно слышать, у него нет мотивации к вам очевидно прислушиваться, вот, у него нет мотивации как-то вот делать так, как вы, ну, собственно, хотите, да, у него нет мотивации поступать так, как вы от него, ну, просто требует мне мотивации это сделать, вот, к сожалению. И, соответственно, можно говорить о том, что эта проблема именно скорее больше, ну, более глобальная проблема взаимоотношений между вами, нежели чем проблема того, что вы правильно относитесь к гигиене, потому что совершенно очевидно, что он не воспринимает вас всерьёз, да, совершенно очевидно, что он чувствует, что вы от него зависимы, а вы ведёте себя, собственно, так, как будто вы от него и зависимы, как бы подтверждаете, подтверждаете, подкрепляете его представление о вас, и тем самым ещё больше обесцениваете себя. Вот, ссора, любая ссора, любой конфликт, вот, далеко не лучшая идея для того, чтобы донести свою позицию, далеко не лучшая форма выражения своей мысли, и любая ссора, далеко не лучшая, в общем-то, проявление того, что вы хотите. Поэтому, как бы, именно ссора, вот, именно ссора, тот факт, что вы ссоритесь, это больше про проблемы близости, это больше про проблемы контакта, ну, вот, именно между вами, это больше проблема личных границ, это больше проблема удовлетворённости, например, вашей удовлетворённости мужа, это проблематика невысказанных каких-то мыслей, это проблематика невысказанных эмоций раньше, а то, что описываете вы, это больше похоже на, честно говоря, повод. Такой повод выразить свой негатив, повод выразить свою какую-то вот неудовлетворённость ситуации, да, неудовлетворённость какой-то позиции, что ли. Вот, и, в общем-то, ну, ничего хорошего, ничего позитивного тут я лично увидеть не могу, к сожалению, для вас, по крайней мере. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, здесь нужно более глубинно смотреть на то, что составляет вашу проблематику, вот, для того, чтобы лучше понимать, что именно является, ну, трудностями для вас. Вот. Скажем так, пока что я вижу, значит, некий страх ваш, страх, допустим, у вас ребёнка, да, есть страх, вот, есть страх, что с ним что-то случится, вот, то есть это проблематика, ну, пока такая вот. Это тревожность некоторая. Вот, соответственно, есть, опять же, вообще, некоторая скованность, которая после выражается, очевидно, в агрессивность, ну, такой, довольно гипертрофированный агрессивность. Вот. А это, конечно, не есть хорошо, вам это очень сильно мешает, вот, ну, соответственно, это нужно, в первую очередь, разбираться с себя. Дальше, а, ну, не определиться, что вы чувствуете как своему мужу, то есть, ну, как у вас, какие у вас чувства по отношению к нему, вот, что вы чувствуете вообще по отношению к нему, и, в зависимости от того, что вы чувствуете, в зависимости от того, какие у вас чувства, какой направленности по отношению к мужу, вот, уже можно, в принципе, будет говорить о дальнейших действиях, потому что именно исходя из ваших чувств к мужу, именно из этого формируется линия поведения, то есть, если, например, вы его любите, например, вы его уважаете, вот, если, то, наверное, достаточно важно, вы принимаете человека целиком, какой он есть, вот, то это одно, если нет, это другое. И вот, собственно, то, что вам можно сказать по этому вопросу, ну, то что, так, если мы глобально берём эту ситуацию. Ну, вот, дальше, как бы, да, да, ребёнка нужно защищать, безусловно, ребёнка нужно оберегать, но это вопрос, скорее того, почему вы боитесь нам их снять. Возможно, пришло время для того, чтобы пересмотреть ваши ценности, ценности вашего мужа, ценности ваши, как-то их переоценить, да, возможно, после ваших родов, может быть, и раньше что-то изменилось, что вы начали понимать, что руководствуетесь, мягко говоря, разными ценностями вы руководствуетесь, мягко говоря, разными критериями, различающимися вещами, да, потому что он такой более пренебрежительный, и вы такая, соответственно, более строгая. Одно же время можно гармонизировать, а вот сейчас вы ведете себя по отношению к своему мужу, как родить, как родить, как родить, как просто ещё один родитель, ещё один ребёнок, соответственно. Вот не один ребёнок, по факту, получается, а два. Ну, это, опять же, хорошего, на мой взгляд, ничего, в принципе, быть не может. Простите, но взрослый ребёнок, это, мягко говоря, странно. Вот, поэтому данный аспект нужно обязательно рассмотреть тоже вам, что это освоить новые модели поведения. Вот, и просто думать, что есть какой-то такой способ уникальный, с помощью которого вы сможете донести до своего мужа какую-то вот истину, да, какую-то истину. Следующий момент. Значит, вы пишете. После родения ребёнка начали смутим сферы, по поводу того, что он не моет руки, после улицы, перед общением с ребёнком. А, вот здесь, немножко странно, Елена. Дело в том, что, а, нет, я понимаю, я понимаю, что человек может не мыть руки. Руки, я понимаю, что у человека могут быть некоторые трудности с, ну, с восприятным гигиеной, да, не все люди, а эту самую гигиену, в общем-то, соблюдают, да, и это вполне естественно для, ну, для русского человек, вот, относиться весьма поверхностно к гигиене, вот. Но, сложность, на мой взгляд, и трудность, заключается немножко в другом. На мой взгляд, эта сложность основная заключается в том, что, а, как было раньше, то есть, простите, а раньше всё было хорошо? То есть, ну, раньше, а, как происходило с вашим мужем? Он точно так же относился к гигиене, он точно так же игнорировал её, и вы воспринимали это спокойно, нормально, или как? То есть, вот, не очень, не очень, не очень, а здесь, мягко говоря, эта ситуация для меня ясна. Потому что, если вы какие-то вещи в своём муже ранее принимали, а потом перестали, вот, то проблема эта, ну, в большей степени, наверное, ваша, а не мужа. Вот, потому что, если вы видите, что человеку, там, ну, по большому счёту, например, плевать на гигиену, то вряд ли это изменится. Вот, после, там, рождения того же ребёнка, например. Вот, ну, просто потому что человек так устроен. Вот, если вы ожидали, что он изменится после рождения ребёнка, то это, опять же, только ваши ожидания. Вот, поэтому здесь, как вы, я надеюсь, понимаете, важно, крайне важная история, здесь важно, то, как формировались, эээ, ну, как формировались ваши отношения, отношения и, ээээ, как формировалось ваше восприятие мужа, с учётом его некоторых, некоторых особенностей. Это, скорее всего, то, что происходит сейчас, это продолжение особенностей вашего мужа, которые были до этого. И, эээ, в этом смысле он, скорее всего, не менялся. Но, другое дело, что вы, вот, вы сами, да, вы сами, эээ, изменились, вы сами стали воспринимать это по-другому. Вот, нормально, с чем-то мы умерили раньше, а теперь уже не может умереть. Это вот такая самая, эээ, самая распространённая такая вот позиция, что, ну, раньше была. Так у нас же раньше не было, ребёнок, теперь, теперь ребёнок сидит, вот, как же теперь можно, эээ, ну, делать, так же. Опять же, вот эта вот, эээ, идея, да, что раньше, эээ, ну, было, так, теперь так, и что, ээээ, мой муж, образно говоря, эээ, должен был, ээээ, поменяться. По моему мнению, вот, эээ, после, эээ, появления какой-то ситуации, после, эээ, изменения какой-то ситуации, вот, ну, это, наверное, ээээ, самая распространённая, эээ, проблема, проблема ожиданий, потому что, эээ, ну, повторюсь, эээ, человек не меняется так. Если, если у человека, эээ, эээ, изначально отношение такое к, например, гигиене, то оно, скорее всего, останется таким же, пока у него самого не появится мотивация для, эээ, изменения. Дальше. Почему для вас это стало неожиданно? То есть, вы именно со ссориться начали? То есть, ссора, это уже, знаете как, эээ, ссора, это уже, ну, практически, завершённый момент. То есть, ссора, это уже, эээ, можно сказать, последняя стадия. Дальше, эээ, только уже, либо физика, либо, ну, развод. Вот. То есть, как вышло так, что вы довели это до ссор. Вот. А как вы решаете другие проблемы с мужем, со своим, например. Вот. То есть, это, эээ, тоже такой, ну, важный момент. Всегда ли, всего ли вы решаете через ссору, например, или нет? То есть как вот вы пришли к конфликту здесь? Насколько у вас хорошие отношения, да, что бытовой момент может вывести вас на ссору, причём на ссору регулярную. То есть вы как бы снова и снова ожидаете, ждёте, что человек изменится снова и снова, вы ожидаете, ждёте, что он будет наконец поступать так, как хотите вы. Вас не смешать, что у человека может быть своя позиция. Дальше, значит, так, вроде стал делаться в геобращу, в последнее время начинает замещать, что если он видит, что я сплю или что-то занят, я могу не заметить, просто забивает, если не напомнит. Так, а вот опять же вопрос к вам, да, вопрос к вам. А, ну, а что, по-другому должно быть? То есть, ну, типа, видите, у вас такая, у вас родительская здесь позиция, что вам кажется, что если вы считаете что-то важным, то ему тоже должен считать это тоже важно. Нет, 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 я боюсь, что здесь у вас не совсем корректные такие ожидания, как бы, от своего мужа. То есть, не совсем у вас здесь корректные, корректные, корректные ожидания у своего партнёра, вот. Я бы сказал, что это ожидания, ну, вот, в большей степени это родительские такие ожидания у вас. К, ну, к моему, к моему сожалению. То есть, это именно вот позиция, что если я, если я сказал, если я считаю, считаю, что это важно, значит, другой человек обязан принять. Тот факт, что я так считаю. Ну, на самом деле, работает это немножечко, ну, это не так немножечко, да. Работает, да, мягко говоря, вот, работает это, мягко говоря, по-другому, а именно, что у каждого человека есть своя собственная позиция и своё собственное видение, ну, ситуация. Вот, и вот, как бы, у вашего мужа есть такое же своё видение, вот, оно нехорошее и неплохое, оно просто есть, это видение, и вы ставите своё видение выше его. Вот, вы можете сказать, ну, так я уже беспокоюсь за ребёнка, и вы будете в какой-то степени правы, что вы действительно беспокоитесь за ребёнка. Но, вам, на мой взгляд, следовало бы переадресовать своему мужу проблематику обеспечения безопасности ребёнка. То есть, сделать это его заботой, вот, а не взваливать это всё на себя. Вот, то есть, грубо-грубо говоря, вам можно спросить у своего мужа, ну, хорошо. Вот, ты поступаешь так, как хочешь поступать, да, это, в принципе, твоё право, я не могу тебе это запретить. Ты поступаешь так. А что будет, если ребёнок заболеет? Что будет, если ребёнок ко мне что-то случится, например? Что тогда? Или ты считаешь, что не случится? То есть, постарайтесь, вот, без ссор, да, без конфликтов, просто выяснить у человека его точку зрения, точку зрения, его позицию. Вот. Мне кажется, это не так уж сложно, наверное. То есть, не так сложно выяснить, что человек думает, не так сложно выявить точку зрения, мужчины на какую-то ситуацию. Вот. А после уже смотреть на, скажем так, приемлемость её, например, на приемлемость этой позиции. Допустим, ну, допустим, для вас и так далее. Вот. Потому что сейчас это выглядит, ну, вот, таким образом, что вы не очень, ну, не очень, не очень отдаете себе отсчёт в том, что вашему мужу нужно и чем он, ну, вообще говоря, руководствуется. Вот. Так что, это вот, такой момент, такой момент. Так, выбор начинает кричать, что у него проблемы на работе, и ещё я ему нервы, нервы отреплю, только порой чуть более грубой формы. Ну, а здесь, опять же, очень важный момент, да, что у него действительно могут быть проблемы, и то, что вы делаете, ну, мягко говоря, ситуацию никак не улучшает, да. То есть вы, вы не решаете реально проблемы, чтобы человек делал то, что он, допустим, может быть должен делать, да, чтобы человек делал это. Нужно, чтобы у него был для этого ресурс. Если у человека ресурсов нет, то как он сможет что-то сделать. Это могу, это вопрос исключительно ресурсов, вопрос исключительно того, действующего у человека возможность предпочтать, так как вы хотите, так вы считаете. Должь. Вот. Если этих ресурсов нет, то, ну, наверное, требовать от него каких-то действий, ну, особого смысла не имеет. Если вы реально хотите решить проблемы, а не ссорить и так далее. Вот. И здесь, наверное, очень важно сделать такой целостный анализ ваших отношений, чтобы понять, ну, всю проблематику, чтобы понять. Мне кажется, это было бы очень полезно для вас, ну, так вот, так мне это видится, по крайней мере. Вот. Вот. Дальше. Помогите мне, пожалуйста, как-то не выданести важность моих про спешим, его халатное отношение будет оборудоваться для ребёнка. Ну, а здесь вы хотите немножко притворительства, знаете, как бы, просьба, если это просьба, не заканчивается ссорой. Понимаете? Если это просьба. Если это просьба. Ваша же просьба. Как-то, извините, заканчивается конфликт, и, на мой взгляд, это несколько странно. Я мог бы поверить в то, что вы просто озвучиваете просьбу человеку, я мог бы в это поверить. Но я думаю, что здесь дело не только в просьбе, я думаю, что дело здесь в том ещё, что вы обменяете человека, а это уже совсем другое. Ну, и, в целом, я думаю, достаточно очевидно, что вы действуете по правилу, моя позиция верная, а, как бы, позиция моего мужа, например, неверная. Я не думаю, что при таком подходе есть шанс того, что ситуация сможет разрешиться адекватно. Повторюсь, не знаю, именно смена модели, смена модели поведения, только тогда у вас что-то получится. В остальных же, в остальном же, вы будете, так будете ссорить. В остальном. Если только кто-то в вас не выступать. Поэтому решать, конечно. Вам, как вы, как, что делать в этой ситуации. В принципе, в принципе, все, что хотел я сказать. Да. Наверное, с конца сказал, уже добавить мне, наверное, больше особо нечего. Ну, вот, кроме коем, разве что, только, а, повторюсь, есть некоторые вопросы по, а, вот, тому, как вы стали вместе. То есть, как вы сошлись с человеком, как вы выбрали человек себе в партнеры. Потому что, ну, отношения к гигиене формируются и не за один день, и не за один день оно уже меняется. Вот, и то, что у вас такие разные взгляды на гигиену, и то, что вы, в общем-то, такой, в общем-то, достаточно тревожный человек, в отличие от мужа, который, в общем-то, ведется для себя достаточно свободно. Ну, это вот, как раз таки говорит о том, что, возможно, возможно, были между вами какие-то различия, ну, но, вы эти различия, ну, что, вы пытались их игнорировать, наверное. Вот, и какое-то время у вас это делать получалось, да, какое-то время у вас получалось игнорировать различия, а, вот эти вот, ну, какие-то, какую-то разность в взглядах, вот. Ага, потом просто уже нет, и теперь уже это делать не получается, то есть это в какой-то, в какой-то степени достигло своего апогея, апогея, может быть, вот. То есть это волновало вас и раньше, вот, но сейчас это стало уже просто, как бы, ну, критично. Вот, и, наверное, в этом одна из самых таких серьезных проблем, что вы предпочитаете не замечать, какие-то вещи, вот, которые были, которые были всегда, вот, ну, вы, может быть, надеялись на то, что они, эти вещи как-то вот рассосутся, ну, не рассосалось, как видите, да, и я надеюсь, что эта ситуация это случится для вас хорошим руком, даст вам хороший опыт того, чтобы люди достаточно редко меняются, только если они этого хотят, вот, и только если, как бы, ну, видят какую-то вот в этом необходимость. То есть если они демотивированы в этом. И не нужно здесь говорить о том, что, ну, так, а как, неужели, а, неужели ребенок не мотивирует, ну, как бы, здоровье ребенка не мотивирует. А, не нужно этого говорить, потому что это немножко, ну, немножко манипуляция. Вот, то есть это вот, ну, небольшая такая попытка, попытка поманипулирует, вот, вот, человеком, вот, и, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не выйдет. Ни для МЭС, ни для, собственно, на вашего мужа. Вот. А, наконец, последнее. Чтобы понять, как донести до вашего мужа что-либо, нужно знать, что он за человек. Какой он человек? Ага, мы этого не знаем. Из вашего описания непонятно. Какой он человек? Ну, для, чтобы подобрать наиболее приемлемую эту форму для него. Потому что вы можете говорить на своем языке, а он может говорить на своем языке. И, собственно говоря, из-за этого могут быть существенные различия. Вот. То есть вы можете друг друга не, ну, просто наоборот, не понимать друг друга. Вот. Поэтому это нужно учитывать. А, вот, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи.